Леонид Спиридонов, глава якутской борьбы, сам недавно боролся, стал чиновником у нас. И расскажи, пожалуйста, о том, как команда якутских борцов готовилась к чемпионату. Мы знаем, что чемпионат многократно переносили. И с учетом того, что были сложности с ограничениями, закрыты спортивные залы, какие вы создавали условия для своей команды, чтобы подготовиться? Когда у нас COVID-19 начал развиваться, конечно, наши спортсмены тренировались в домашних условиях. Но все-таки мы решили вопрос тренировки наших сборной команды. И поэтому летние приюты наши спортсмены тренировались в закрытом режиме в спортивном лагере, который у нас есть в центре спортивной подготовки в Манятах. После этого там сделали два сбора. Потом, когда уже летний период закончился, мы сейчас тренировались наших спортсменов в центре спортивной подготовки «Триумф». Ну, провели два сбора. Я думаю, что наши спортсмены подготовились хорошо. Будем надеяться, что ребята будут бороться в хорошем уровне. А вот то, что чемпионат переносили, все-таки это влияет на подгонку веса, на выход на пик формы. Как ребята переживали из-за этого? Ну, конечно, чемпионат России планировалось в апреле делать. Поэтому наши все подготовки населены были на этот месяц. Поэтому потом переносились очень много раз. И при подготовке это, конечно, сказалось. Основную ставку вы делаете, как правило, традиционно на легкие веса. Вот на какие веса вы здесь рассчитываете? И кто из ребят в хорошей форме? Ну, мы традиционно делаем упор 57 килограмм, на легчайшем весе 61. И сейчас в этом чемпионате у нас 70 килограмм есть ребята. Ну, 65 килограмм у наших ребят, молодые перспективные ребята есть, но мы их не привезли. Потому что у них не было допуска. А 57, конечно, ребята у нас, 4 ребята хорошие есть. Это Петр Константинов, братья Копыловы, Георгий Окороков. Поэтому ребята отборолись. Думаем, хорошо отборолись. Какие-то олимпийские задачи перед якутскими спортсменами ставите? Вот когда будет повторен успех вашей великой тройки? Ну, мы каждый раз, каждый спортивный цикл стараемся сделать так, чтобы наши ребята попали в сборную России и поехали на Олимпийские игры. Но пока еще это не довелось никому. Уже 44 года прошло. Поэтому мы сейчас стараемся в 2024 году обязательно сделать олимпийца и олимпийского чемпиона. То есть вы смотрели в Париж уже? Мы уже, да, должны смотреть Париж ближайшую и стремиться к этому. Если мы будем ставить большие цели, то мы достигнем. А если будем говорить о каких-то там других целях, то и цели такие будут. Поэтому надо цели ставить обязательно высокие. Ну, а потом уже как будем работать, вот это будет зависеть. Георгий, очень часто сейчас многие регионы берут легионеров. Сейчас есть двойные зачеты. Почему ваша федерация этим не занимается? И когда захлест вопрос, когда тяжеловесы якутские появятся? Ну, по идее, у нас есть тяжеловесы, ребята, да, тоже молодые. Но пока их надо возить на сборы, на тренировки. Вот, поэтому, ну, вообще у нас не одобряем такую, да. Мы хотим, чтобы наши ребята сами ездили, сами соревновались и выигрывали. То есть это политика, чтобы боролись якутские, а не легионеры? Ну, это легионеры, это политика быстрого результата. Мы хотим, чтобы основательно, если наши ребята будут сами бороться и выигрывать, то это уже будет на многие года. Школа поднимется, да. А если мы легионеры возьмем и сразу же результат покажем, легионер уедет, а школа также останется. Есть обратный момент, когда ваши ребята якутские, третьи номера, хорошие, но явно не первые, уезжают за другие страны. Там Европа, Казахстан, там бывшие СНГ и так далее. Сейчас кто из таких ребят и где борются, и какие у них перспективы? Ну, из нашего народа ребята сейчас борются за Республику Беларусь. Вот, Владислав Андреев сейчас до сих пор борется. Есть Андрей Бекренев и Ниргун Скребен, который в этом, в прошлом году стал призером, в этом году призером Европы стал. Вот, а также есть ребята за Македонию, есть ребята Егоров, Василий Егоров. И сейчас вот на данный момент борются за Польшу Эдуард Григорьев. А также мы не забываем Айала Лазерова за Киргизстан борются. Он тоже тренируется сейчас. За ними следите? В какой они форме находятся? Конечно, мы следим за нашими ребятами. Ну, и сейчас вот во время пандемии они тренировались у нас вместе с нашей командой. Насколько я знаю, Григорьев вот в Польше еще не получил спортивного паспорта, но он выиграл чемпионат Польши. Да, но он сейчас имеет вид на жительство, поэтому имеет право бороться в чемпионате Польши, поэтому и отборолся. Но мы ждем, чтобы у него получился гражданство в Польше. У него шанс получается даже на Токиевскую Олимпиаду в следующем году попасть? Ну, насчет этого я точно не знаю. Там, по-моему, какой-то регламент из ЮВИ. Но если попадет, то это уже будет хорошо.